Добрый день, дорогие подводные охотники! Я наконец-то получил посылочку. Сегодня ко мне пришло ружье системы Зелинского. Мастер Базовский. Знаменитый мастер, как бы он выполняет зелинки, делает из титана. Значит, мы сейчас попробуем открыть упаковку и посмотреть, как оно вживую будет смотреться, это ружье. Я скажу первое свое впечатление. И сегодня ночью мы отправляемся на озеро Ялух или Ялпух, это в Измаиле примерно оно находится. И попробуем пострелять из него по рыбе и посмотреть, как оно себя ведет под водой. То есть, своими глазами и руками почувствовать, что это за творение этого мастера. Итак, начинаем его вскрывать. В такой вот упаковочке его вот так упаковали. Сейчас мы его срежем, эту всю штуку. Так, ружье у меня новое. Человек продал. Он решил себе взять подлиннее. Вот видите, вместе с простынью. Продал вместе с простыней. И так извлекаем. А вот и ружье само. Закачка здесь идет, закачка ружья происходит через ствол. Вот такое вот маленькое ружьишко. Видите, оно тоже в целлофане. Тут две стрелы идут и две заряжалки. Как я говорил, ружье сделано из титана. Маленькое ружьишко такое. Очень удобно будет, наверное, для камыша. Для пресной охоты. Ну, для охоты на пресняке. Чуть царапнутая. Но, я думаю, не страшно. Для титана такие царапины. И для морской воды оно тоже, думаю, подойдет. Правда, в морской воде, разве что на пеленгасиках охотиться будет удобно. Не знаю, как на кефаль. Чуть позже, если получится, я поснимаю еще охоту на кефаль. Просто сейчас запрет. Поэтому мы едем на пресняк. Вот такое вот ружьишко. Сидит в руке хорошо. Ручка тут перемотана. Видно, пошкрябанная. Что, не знаю. Курок мягенький. Вот такая вот крышка задняя. Сделано, конечно, приятно. Мне, на первый взгляд, очень качественно. Вот такой надульник. Как мы видим. Активный или не сброс. Но я вижу на стволе царапины. Где-то его тягали хорошенько так. Вот такое ружьишко. Ну, в общем, вот так вот оно выглядит. Посмотрим, как оно будет смотреться в воде. Увидимся чуть позже. Мы попытаемся снять нашу поездку на озеро Ялух. И там уже проверим его в воде. Все, дорогие друзья, увидимся чуть позже. Всего доброго. Мы так увлеклись ружьем, что я забыл показать гарпун. Здесь идет, получается, флажок сальве покупной. А вот сам гарпун, наконечник, вернее, делает базовский. Качество отменное. Очень красивый наконечник. Я потом при дневном свете его вам крупным планом покажу. Просто произведение искусств. Честно. Очень смотрится просто убийца рыб. Вот такая заряжалка безопасная. Идет в комплекте безопасная. И еще две дополнительных. Одна, видно, для насоса, так как закачивается через ствол гарпуном. Как это делается, я не знаю. Потому что у меня маленький опыт был с зелинками. Потому что я охочусь большую часть своей жизни в морской воде. То есть арбалетами. Поэтому с пневматами крайне редко охочусь. Ну, вот такое вот маленькое видео. Наконечник обязательно покажу позже. Крупным планом. При хорошем свете ярком. И вот такая скользяшка титановая. Все из титана сделано. Ну, гарпун, я не знаю, наверное, не из титана. Ну, в общем, вот так. Увидимся позже. Субтитры сделал DimaTorzok